МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Концерт классической музыки прошел в кафе Брис на улице Коммунаров. Жителям Сестрорецка эта площадка известна как место выступления диджеев, исполнителей русского шансона, да и просто популярной музыки. Но на сей раз был выбран формат непривычный для кафе Брис, для чего, впрочем, были свои основания. Очень захотелось из Бриза сделать такое культурное пространство и собрать здесь много разных жанров. И да, мы много делаем и для молодежи, у нас есть и молодежное время, и есть для разных возрастов. И как раз нам не хватало классики, хотелось классику. Тем более, что мы с Владимиром Евгеньевичем уже давно-давно знакомы. Я знаю, что его можно попросить, и он приедет и сыграет. Я думаю, что для жителей Сестрорецка, кто доберется до нас буквально скоро, это будет вполне себе хороший подарок. Нас это очень заинтересовало, потому что здесь, на мой взгляд, средоточение культуры, зарождение какого-то источника культуры. Потому что для нас в Питере и Сестрорецка – это просто курорт. Приехать, позагорать, купаться. А я думаю, что для людей, которые здесь отдыхают, живут, наверное, вот то, что здесь происходит, там театральные какие-то встречи, вот наш концерт, может быть, еще и... То есть с периодичностью возникает встреча с чем-то классическим, ну, не классическим, но, в целом случае, вызывающим интерес. На сцене «Кафе Бриз» виртуозно выступили первая скрипка Санкт-Петербургской филармонии Владимир Гинцельт и солист Оркестра народных инструментов Антон Ярошенко. Волшебный симбиоз скрипки и аккордеона пришелся по вкусу Сестрорецкой публики. «Кафе Бриз» Несмотря на то, что музыкант привык играть в большом оркестре, филармонии, при стечении огромного количества зрителей, выступление на таких камерных площадках, как, например, «Кафе Бриз» или «Ресторан» тоже своеобразный опыт для виртуозно-скрипки и в подобном формате выступать приходилось не раз. Да, приходилось, приходилось довольно часто. И чувствуем себя хорошо на таких площадках, несмотря на то, что основная работа в сцене большого зала филармонии – оркестр, сто человек. Там как бы нивелируется личность. Здесь все как бы зависит от каждого человека, тем более два человека всего. Поскольку у нас уже есть практика, для нас это не травматичная ситуация. А, наверное, когда первый раз человек появляется, некоторые даже на физическом уровне не могут в ресторане играть, потому что люди сидят, кушают, там тарелки, и человек, воспитанный классическим, как я, например, всю жизнь в филармонии, в большом зале, в зал дворянского собрания. И вдруг оказываешься вот в такой ситуации. То есть с практикой, со временем, это все приобретает такой естественный характер. То есть ты воспринимаешь это уже как переключение рода деятельности. Редактор субтитров А.Семкин